Лесоробы в заповеднике на территории национального парка в Закарпатье, где должны оберегать деревья, селяне уничтожили более 200 ценных буков, так утверждают общественные активисты. Но у местных жителей своя правда. Наши корреспонденты выслушали обе стороны. Вот так хозяйнуют в природозаповедном фонде Ужанского национального природного парка. Эти свежесрубленные деревья возле села Стужица на территории Ужанского национального парка сфотографировал активист Влад Каменца. Насчитал больше 200 поваленных стволов. В основном это деревья ценных пород – буки. Говорит, рубка варварская, щепки и ветки дровосеки просто сбросили в ручей, не расчистив его. В администрации национального парка уверяют, территория, на которой обнаружили рубки – это паиселян. Земля досталась им после ликвидации колхоза. Мова идет о эти территории. Как вы видите, они белым по значению, потому что это были колишние поля и чагарники. Ну, колишние колгоспные земли, когда колгоспи распались, и эти земли были просто распайованы для населения. На своих землях селяне могут делать все, что угодно, говорит сотрудница нацпарка. Колгоспи, вы сами понимаете, распались лет 20-30 назад. Даже на полях, которые уже не расчищались, за 20 лет вырастает дерево добротное. Это паисные земли, это земли населения. Какие населения, в принципе, расчищают и посечают. Действительно ли рубят деревья жители Стужицы? Едем проверять. В селе этого не отрицают. Мол, нужны дрова. В Стужице нет газа, печи топят древесиной, и ее катастрофически не хватает. Населению нужно 3000 кубометров в год. Нацпарк может продать только половину. Мы не знаем, что дальше будет, если нам не будут давать дрова, а будут давать за дорого. Потому что никакого газа нет, кроме дров, у нас ничего не проходит. Ни в уголь, столько дрова. Люди поясняют, рубят, так как нет альтернативы. Ведь власти так и не выполнили обещания, которые давали в 2000-х годах, когда селяне согласились на создание нацпарка, спасая его от массовых рубок леса. Обещали вкладывание серьезной инфраструктуры, что сбудывают дорогу, примутывают школы, обеспечивают население альтернативными видами опаления, там газ натянуты. Всего-всего ничего практически не сделалось. В тот момент, если 30 тысяч кубов рубали, теперь 3 тысячи для потреб местного населения не выделяют. Была ли рубка возле Стужицы законной, разбираются в полиции. Открыто криминальное проведение. Статья расшифровывается как незаконная порубка леса. Такие правопорушения предпочитают избавление воли аж до 3-х годов. Изучить карты и границы нацпарка должна специальная комиссия из активистов, представителей полиции и геодезистов. Они обещают начать работу в ближайшее время. Александр Васильченко, Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область.